Три гренадера стояли у лестницы. Ветеран, расположившийся в одиночестве у вентиляционного отверстия, через которое заглядывал в комнату солнца, шарил по карманам и раскладывал свои припасы на гладком камне. Гальц свернулся на скамье и молчал, а Линдберг и Судетец молча смотрели в дыры, пробитые в стене, хотя мысли их были явно далеко отсюда. Я подошел к Гальцу и лег рядом. Несколько минут мы смотрели друг на друга, не в силах произнести ни слова. «Какого дьявола нам здесь понадобилось?» — наконец произнес Гальц. Черты его лица со времен нашего пребывания в белостокских казармах ужесточились. Я ограничился жестом, давая понять, что и сам не знаю. «Спать хочется, да не могу заснуть», — произнес он. «Да уж, здесь такая же жарища, как снаружи. Может, все-таки пойдем прогуляемся?» Мы выбрались наружу и сделали несколько шагов по освещенному солнцем дворику. «Может, хоть там вода холодная?» Я указал на сад, перед которым тек ручеек. «Я не хочу пить, и есть тоже», — к моему изумлению, ответил Гальц. «А я-то привык к его прожорливости. Ты что, заболел?» «Да нет, просто тошно. Я чертовски устал, а как посмотрю вон на тех парней, становится совсем паршиво». Он кивком указал на 30 трупов, разлагавшихся в садике. «Что поделать? Теперь они нам не страшны», — ответил я тоном, которому удивляюсь до сих пор. «Наших подобрали еще до того, как мы сюда пришли», — продолжал Гальц. «В деревне свежевыкопанная земля. Не знаю, сколько они туда еще впихнули. А скольких мы застрелили?» Несколько минут прошли в молчании. «Как знать, может, скоро нас сменят?» «Да уж», — сказал Гальц. «Хотелось бы. Когда мы расстреляли Иванов в хлебном доме, то вели себя, как последние подлецы. Ему явно не давали покоя те же мысли, что и мне. Но теперь с хлебным домом покончено, и тут уж ничего не поделаешь», — отвечал я. «Я до сих пор ощущаю, как бегут по моим рукам пулеметные ленты. Вижу, как из дула пулемета при каждом выстреле вылетает со вспышкой смертоносный свинец. Сила отдачи ранит мне лицо и руки, а в грохоте пальбы раздаются отчаянные крики. Что-то страшное и отвратительное вселилось в наши души, не желает выходить и преследует нас. Солнце светило ярко, но мы понятия не имели, который час. Еще утро или уже наступил день? Да какая разница? Ели и пили мы, когда хотели, спали, когда могли, а думать пытались, когда снимали каску. Просто удивительно, как каска мешает думать. Еще стоял день, когда в сады ворвался грохот заградительного огня противника, но пострадали от него прежде всего наши войска, которые вели наступление. Мы же забрались в убежище, в подвал и со страхом взирали на потолок, с которого при каждом разрыве сыпалась штукатурка. Надо было его укрепить, сказал ветеран. Если рядом взорвется бомба, нас погребет под развалинами. Обстрел продолжался не менее двух часов. Несколько снарядов упало поблизости от нас, но рассчитаны они были явно для немецких войск, которые вели наступление. На пальбу орудий противника отвечали огнем наши пушки. И грохот от артиллерийских снарядов был столь силен, что больше практически ничего не было слышно. Русские гаубицы стреляли на расстоянии всего лишь 30 метров. К тому же над нами пролетали снаряды наших гаубиц, и вероятность того, что потолок обрушится от них, была ничуть не меньше. Во время обстрела мы чувствовали огромное напряжение. Пытались сделать предсказания, но события опровергали только что сделанные прогнозы. Ветеран с беспокойством курил одну сигарету за другой и без конца требовал, чтобы мы заткнулись. Краус забился в угол и там бурчал что-то себе под нос. Наверное, молился. Вечером у нас побывал взвод, участвовавший в контратаке. Солдаты установили поблизости противотанковые орудия. Немного позднее появился полковник, который проинспектировал подпорки, поставленные нами, чтобы крыша совсем не обрушилась. «Молодцы!» – произнес полковник. Он обошел наш взвод, предложил каждому сигарету и затем направился в дивизию «Великая Германия», расположенную еще ближе к фронту. Темнело. На фоне сломанных деревьев вспыхивали огни. Битва продолжалась, и напряжение становилось невыносимым. Нам пришлось выставить снаружи караул, так что никто из нашего отряда как следует не выспался. На рассвете нас подняли и приказали оставить обжитое убежище и продвигаться вглубь советской территории. Немецкое наступление продолжалось. Мы своими глазами увидели целое поле мертвых солдат Гитлер-Югенда. Они погибли во время вчерашнего артиллерийского налета. С каждым шагом мы понимали, что может произойти и с нашей презренной плотью. «Хоть бы закопали их, нам бы не пришлось на это смотреть», – пробурчал Гальц. Все засмеялись, словно он пошутил. Участок, по которому мы шли, представлял собой сплошные воронки. Как кто-то мог выжить здесь? Просто удивительно. За насыпью располагался полевой госпиталь. По крикам и стонам, доносившимся из него, можно было подумать, что там скотобойня. Увиденное потрясло нас. Я чуть не упал в обморок, а Линдберг от страха разрыдался. Пройдя за загородку, мы уставились в небо. Перед нами, будто во сне, проходили молодые солдаты с оторванными руками, гноящимися ранами, торчащими из животов кишками, прикрытыми простынями. Пройдя госпиталь, мы форсировали канал. Вода доходила нам до груди, но ее прохлада привела нас в чувство. На дальнем берегу поросший травой дерн был покрыт трупами русских. В черной отгаре стоял русский танк. Позади его виднелось орудие и тела танкистов, которое разнесло на куски. Слева, еще с большей яростью, кипел бой. Нам показалось, что один из русских пулеметчиков, лежащий на поле боя, застонал. Мы подошли к нему. Кто-то из солдат откупорил фляжку и поднял его окровавленную голову. Русский уставился на нас широко распахнутыми глазами, в которых сквозил страх. Он вскрикнул, и его голова упала на колесо орудия. Пулеметчик был мертв. Мы миновали лесистые холмы, сменявшие друг друга. Здесь, в тени деревьев, перегруппировались и отдыхали войска, вернувшиеся с линии фронта. Многие солдаты были перевязаны. Белые бинты резко выделялись на фоне их лиц, посеревших от грязи и усталости. В нашем взводе провели перекличку и всех направили в назначенные пункты. Гренадеров из нашего взвода направили в другую часть, а в наши ряды влились два солдата из дезорганизованных подразделений. К несчастью, возглавил наш взвод фельдфебель, о котором уже шла речь. Теперь ему оставалось жить всего один день. Как и было приказано, мы на танках добрались до громадного плато, уходившего в бесконечную даль. Спрыгнув с танков, которые остановились, мы оказались среди солдат, лежавших ничком на дне траншеи. Выстрелы из 50-миллиметровой артиллерии противника показали нам, что здесь уже передовые позиции. Танки развернулись и скрылись за деревьями, расположенными в 50 метрах позади нас. Мы протиснулись сквозь толпу солдат, набившихся в окоп. Наше появление они восприняли без особого восторга. Артиллерия неприятеля вела огонь по движущимся танкам. По мере того, как они удалялись в лес, стихали и звуки разрывов. Тупица фельдфебель забеспокоился, что вокруг только делают, что стреляют, и стал обсуждать создавшееся положение с молодым лейтенантом. Вскоре тот подал знак своим подчиненным. Согнувшись в три погибели, они направились в лес. Иваны, от которых не скрылось происходящее, дали по ним 5-6 очередей. Вокруг нас засвистели пули, и снова мы оказались одни в окопе. Нас было девятеро, а прямо перед нами позиции русских. В небе ярко светило солнце. Хватит прохлаждаться, за работу. Надо установить пулемет. Рявкнул фельдфебель голосом, который больше подходил для воинского смотра. Как и было приказано, мы принялись ворошить кирками пыльную землю Украины. Времени на разговоры не хватало. Солнце палило так, что едва хватало сил работать руками. Нас и пристрелить не успеют, сказал Гальц. Мы раньше загнемся от усталости. Голова раскалывается, тяжело вздохнул я. Но фельдфебель не желал давать нам поблажки. Он с тревогой вглядывался вдаль. Сколько хватало глаз, там простиралась пустыня, на которой не росло ни травинки. Едва мы поставили пулемет, как раздался грохот танков, отчего нас бросило в дрожь. В этот превосходный денек, не весть откуда, возникли танки. Они направились на восток. Позади них, согнувшись, скрытые облаками пыли, шли немецкие солдаты. Минут через пять русские начали жесточайший обстрел. Все вокруг покрылось дымом. За огненными вспышками не стало видно солнца. Едва заметные за облаком пыли, вдалеке, метрах 80-100, мерцали всполухи. Никогда раньше я не видел, чтобы так трескалась земля. От обстрела в лесу начался пожар. Мы готовы были кричать от ужаса, но горло пересохло и не удавалось выдавить ни звука. В воздухе носились осколки снарядов и огненные искры. Первый жевал поглотил Крауса и новеньких солдат, прежде чем они успели опомниться. Я забился в самый дальний угол окопа и безумными глазами смотрел, как на нас движется смерч. Обезумев от страха, я взвыл. Голова Гальса уткнулась в мою. Наши каски ударились друг о друга, как будто столкнулись две кастрюли. Лицо друга исказил ужас. Нам конец, еле просипел он. Его слова перекрывал грохот разрывов, от которых захватывало дух. Вдруг в наш окоп, будто с неба, свалился кто-то, затем навалилось еще чье-то тело. Это были два новобранца из нашего взвода. Задыхаясь, один из них прокричал. Вся наша рота погибла! Он осторожно высунул голову и в тот же миг прогремело сразу несколько взрывов, от которых солдату снесло каску, а вместе с ней и часть черепа, упавших Гальсу прямо в руки. Мы оба перемазались кровью и останками человеческой плоти. Со всех сил Гальс отшвырнул кровавые мозги и зарылся лицом в грязь. Взрывы были столь сильны, что нам показалось, началось землетрясение. Тут же по дну окопа прошла мощнейшая вспышка. Сверху, вместе с землей, на нас обрушился один из пулеметов. Те, кто от страха были еще в состоянии шевелить губами, кричали «Нам конец! Нас погребет заживо! На помощь!» Но никакие слова не могли остановить обрушившийся на нас ураган. В окоп завалилось еще около 30 солдат. Они без стеснения стали нас распихивать. Каждому хотелось забраться поглубже. Шансов выжить у тех, кто остался снаружи, не было. Вся земля покрылась воронками от снарядов. Доносился топот солдат, бегущих в укрытие. Но обстрел не прекращался, и погибали те, кто уже решил, что спасся. Раздался рев истребителей. Мы закричали «Ура!» пилотам Люфтваффе. Прошло несколько секунд, и обстрел прекратился. Оставшиеся в живых офицеры подавали сигналы к отступлению. Из окопа, как кролики из норы, стали выползать солдаты. «А вы куда? Приготовьте пулемет к бою». На дне окопа, который теперь было не узнать, лежало шесть трупов солдат из Гитлерюгенда. Из ямы, образовавшейся слева, торчали сапоги Крауса, а гренадера засыпало полностью. При помощи ветерана, лицо которого было залито кровью, нам удалось установить на место пулемет. Местность перед нами изменилась до неузнаваемости. Повсюду виднелись ямы, как будто тут поработал мощный экскаватор. Везде нашим взором представлялась одна и та же картина. Вдали, через завесу из пыли и дыма, проглядывали огненные гейзеры. Это наши мессершмиты сбросили бомбы на русскую артиллерию. Похоже, они подожгли склады с боеприпасами. От взрывов со страшной силой сотрясался воздух, и все вокруг горело. «Ублюдки!» – кричал ефрейтор. Наконец-то они получили по заслугам. Наши истребители повернули на запад, и русская артиллерия снова открыла огонь. Главной ее мишенью стали танки. Они беспорядочно отступали. Треть их была уничтожена. Когда в наш окоп ворвались обезумевшие от страха солдаты, они чуть не сломали мне руку, но в тот момент я ничего не ощущал. Теперь же я почувствовал зверскую боль, которая никак не желала отступать. Впрочем, дел у меня было по горло, так что слишком сокрушаться здоровье не приходилось. На севере и на юге продолжался обстрел. Затем нас снова охватил ураган, сея боль и ужас. Солдаты нашего взвода дышали с таким трудом, с каким дышит инвалид, который только что выздоровел и вдруг понял, что у него совсем не осталось сил жить. Мы потеряли дар речи, даже не находили слов, чтобы выразить то, что чувствовали. В душе тех, кому пришлось пройти через то, что прошли мы, наверное, остается подспудный страх, с которым человек не в силах совладать. С годами этот страх лишь усиливается, и с ним ничего нельзя поделать. Даже я, пытаясь выразить пережитое, не могу об этом говорить. В оцепенении, забытые Богом, в которого многие из нас верили, мы лежали в окопе, напоминавшем теперь гробницу. Время от времени кто-нибудь выглядывал наружу, смотрел, не движется ли на нас с севера из песчаной пустыни смерть. Мы потеряли жизненные ориентиры, забыли, что люди созданы не только для войны, что жизнь продолжается, что помимо страха есть надежда, другие человеческие чувства, что иногда встречается настоящая дружба, что человек даже может влюбиться, что в земле можно не только хоронить мертвых, но и выращивать хлеб. Мы потеряли способность думать, двигались без единой мысли в голове. От пребывания в окопе, битком набитым солдатами, руки и ноги перестали слушаться. Слишком много энергии уходило на то, чтобы растолкать живых и мертвых соседей. Фельдфебель без конца повторял, что мы должны удержать позицию, но каждый новый разрыв все глубже загонял нас на дно траншеи. Мы не успели понять, что уже прошел день и наступила ночь. С нею вернулся наш страх. Линдберг совсем лишился рассудка. Он впал в ступор и уже ни на что не обращал внимания. Состояние судеться было немногим лучше. У него начался тик, рвота, которую было невозможно остановить. Весь наш взвод охватило безумие. Будучи в почти бессознательном состоянии, я увидел, как гигант, которого в обычное время я знал под именем Гальс, пробрался к пулемету и открыл пальбу в воздух. Фельдфебель в ярости колотил по земле сжатым кулаком. Затем набросился на одного из оставшихся в живых гренадеров. Тот еще сохранял присутствие духа. Но после этого происшествия он в трансе уставился на фельдфебели и разрыдался. Я понял, что вот-вот упаду в обморок. Стоял и выкрикивал проклятие. От ярости я совсем обессилел. В голове все закружилось и я упал на край траншеи. Мой распахнутый рот наполнился грязью. Меня затошнило. Я знал, что рвота не прекратится, пока желудок не очистится. Ничего не соображая из-за тошноты, я нащупал руками опору. Вдруг, как в кошмарном сне, в окружающей нас тьме вспыхнуло яркое пламя. У меня возникло странное чувство. Будто я дома. Все вокруг мне мерещится, а пламя, спустившееся на нас, всего лишь падающая звезда. Субтитры создавал DimaTorzok